Первое, что увидели гости, переступивший порог седьмой школы, это ярмарка, организованная учащимися нескольких образовательных учреждений и их родителями, специально для акции. Здесь связаны игрушки и изделия из дерева и глины, и даже сладкая выпечка. Все это активно покупали посетители, а вырученные средства пошли на помощь пятилетней Лизе Забайкиной, которая страдает от врожденных заболеваний. У нас участвуют учащиеся в Центре детского творчества «Импульс», Мамологовская школа, Лопатинская школа, Видновская гимназия, 7-я школа, ВХТЛ. Открыто душой и сердцем, готовы помогать, которые понимают, что в одиночку с некоторыми проблемами не справятся, а если всем миром понемножку, то можно справиться с любой бедой. Приехали с номером от деток, наши детки приготовили вокальный номер, и также мы привезли выпечку и поделки на благотворительную ярмарку. В первый момент почти все раскупили, особенно выпечку, которую с любовью приготовили наши родители. Учащиеся нескольких школ и воспитанники Центра детского творчества «Импульс» подготовили выступления с яркими танцевальными номерами и песнями. Ученица третьего класса Видновского художественно-технического лицея отметила, что своим выступлением она стремится сделать мир чуточку лучше. Когда мы делаем какое-то добро, этот человек его видит, и когда человек смеется, радуется, он побыстрее выздоравливает. Слова поддержки выразил и Ирей Николай Шапарев. Для русского человека всегда было в характере его, что мы не оставляем ближнего своего, мы ему помогаем. Мы помогаем и словом, и делом. И очень важно, чтобы мы не теряли этих своих ценностей, а только бы приумножали их. И такие мероприятия служат именно для этого. Благотворительная акция позволила каждому оказать помощь маленькой Лизе. Сбор открыт. Средства на лечение Елизаветы Забайкиной может отправить любой желающий. Инга Янчук, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева. Видное ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok